Ну что ж, всем привет! У нас очередной день в деревне, на селе, и мы продолжаем нашу дачную или сельскую, как мы ее называем, реновацию. Сегодня надо будет начать сравнение кустиков вдоль дорожки. Собственно, давайте мы этим и займемся. Поехали! Напоминаю одно из главных правил жизни в деревне. Ну, а нам потребуется бензо. Точнее говоря, не бензо, а электропила. С ней мы, собственно говоря, и пойдем в сегодняшний бой. Вон наша электропила. Вот у нас есть питание для нее. Собственно, говоря, раскладываемся. Все готово. И не забываем про технику безопасности. Понеслась! Вот какое-то такое месиво получается. Снимать пока что не очень удобно сам процесс, но создается впечатление, что, может быть, проще это сделать специальными садовыми ножницами. Это будет не сильно дольше, но как-то сильно эстетичнее, что ли. Так, ну, при первом приближении это выглядит как-то так. Какие-то отдельно взятые вещи у нас вроде как немного торчат. Ну, наверное, пусть торчат. Совсем уж составлять какие-то мертвые штучки, наверное, тоже не хочется. Сейчас остальное доделаем. Посмотрим, как оно будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, и сразу наводим за собой порядок. Утилизируем срубленное. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, продолжаем. В общем, с самых верхов дрон я достал. Спасательную операцию заснять не получилось. Снова спасательные средства я вам показал в предыдущем кадре. Что ж, следующий процесс у нас переходит таки к сухостою, про который мы с вами уже говорили. Сухостой есть. Будем его пилить. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это я понимаю. Сила-силушка. Что ж, тут, короче, нарубили. Поэтому сейчас аккуратненько опустим. И вот это вот надо переместиться сразу, наверное, не откладывать. Порубать на мелкие-мелкие кусочки. Принял первое стратегическое решение попробовать разделывать срубленный сухостой прямо на месте. Но что-то потом закралась мысль, что это будет гораздо более телодвижений. Что потом все это в дровник убрать. Ну и так далее. Наверное, имеет смысл сразу таскать целые спиленные деревья к дровнику. И там их разделывать на ветки, которые пускать на щепу. Ну и на бревнышки, которые в баньку могут пойти. Или просто для подержания костра вечером посидеть, посмотреть на огонь. Работаем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Процесс у нас идет. Спиленные деревья пилятся. Но не спиленных не сказать, чтобы прямо уменьшается. Уменьшается, конечно, но, но, но. Работа еще не початый край. Остатки здесь. Остатки здесь. Остатки не спиленные. Чуть-чуть отсюда еще вынести. В общем, работать, работать и еще раз работать. Но так хочется уже грилю прямо сейчас. Ну, как говорится, вжух и вы все поняли. Да, мы взяли и переместились к мангалу, потому что можем. На этом, наверное, и завершаем первый день. Я вам еще покажу, наверное, несколько кадров чуть позже, но как есть. Работаем дальше. Точнее отдыхаем. Отдыхаем. Вот так вот выходишь утром на улицу. Садишься на лавочку. Делаешь себе утренний кофе. Хорошо? Птички поют. Погода прекрасная. А мы принимаемся за продолжение работ по вырубке сухостоя. Так тихо. Так хорошо. Птички поют. Очень не хочется нарушать эту идиллию шумными работами. Сделаю, пожалуй, себе еще кофе. Ну что ж. Камера установлена. Солнышко светит. Мотор. Поехали работать. Даков. Солнышко светит. Мотор. Цена прокопола. Ну что ж. Процесс у нас прошел, перепилили, осталось утилизировать ветки, давайте займемся этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж. С основными ветками мы разобрались. Так что перемещаемся вдаль, рубить новый сухостой. Поехали. Такс, вот это со вчера надо будет оттащить пока что в сторону. Потом мы займемся разделкой. А вот этих ребят сейчас ждет вырубка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Ну, наворотить-то мы, конечно, наворотили. Ломать, как говорится, не строить. Но теперь бы понять, как все это оттащить. А чтоб план был именно такой. Рубить все сегодня, оттащить, а мельчить уже в следующий раз. Ну что, глаза боятся, а руки делают? Так говорят, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, вот снова у нас такая куча получается. Видимо, придется ее разделывать прямо здесь. Потому что не очень удобно будет теперь ее разбирать, растаскивать. О, да, вот такие вот задания до денечки нам открывает сельская жизнь. Так, ну вот, отъедите, мы, скорее всего, прям возьмем и потащим. Сейчас сразу на разделку, как обычно. Ой, Господи. Ну, как-то так. Сделал паузу. Твикс не кушал. Но... Покосил тут немножко. Так сказать, чтобы разнообразить быт. А погодка портится, погодка портится. Да, с этими остатками, видимо, уже явно в следующий раз. То, что пытался я и в этот раз дорубить, он остался еще. Кусок сухостоя, который тоже у нас явно на следующий раз остается. Но есть пару этих, которых надо дорубить сегодня. Я их уже отнес в гаражу. Ну, как говорится, остатки сладкие. А через час уже обещают дождь, по прогнозу. Так что имеет смысл ускориться и дорубить максимально возможное количество сейчас здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж. Кажется, основной фронт работ выполнен. Осталось быстренько и аккуратно утилизировать эти ветки. Ну, а этот процесс вы знаете. Ну и что же. Заключительная ветка на сегодня. И она, естественно, заостряла. За, ра, за. Ну, собственно, мы победили. Сейчас это высыпем. И можно сказать, что план на эти дни, пожалуй, выполнен. Хотя это, конечно, не точно. Ну-с. Вообще, кажется, можно и пообедать. Все разобрали, все порубили и даже сложили. Запас дерева пожечь костер, чтобы просто рядом с ним посидеть, пополнен. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok